Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Значит, вы пишете, что в течение долгого времени у вас была симпатия к человеку, но по какой-то причине у вас не получилось. Вот, в принципе, читал я ваше сообщение, думал о том, что такая, знаете, ситуация, когда в общем, парень нравится, оба стесняются, что делать непонятно, в общем, из-за того, что оба стесняются, нет никакого движения в отношениях. Дальше вы пишете очень интересную вещь, это то, что, когда он только начинал мне нравится, пишете вы, я хотел попытаться получить от него взаимность, но не стал, так как не сработало быть. Вы ничего не объясняете дальше, но этот момент является ключевым. Почему вы хотели получить от него взаимность? Зачем вам взаимность от человека? Ну, он вам нравится. Вы хотите, чтобы он был счастлив. Это у вас написано далее по тексту. И если вы хотите, чтобы он был счастлив, то вам необязательно взаимность от него. Если он вам нравится, кто мешал вам делать его счастливым? Кто сейчас мешает вам делать его счастливым? Кто мешает вам, если вы хотите ему счастья и видите, что он не обещается с девушками и так далее? Кто мешает вам сейчас? Просто-напросто подарить ему свое общество. То есть мы не говорим сейчас о симпатии, о том, чтобы прессоваться, о том, чтобы там вступать в отношениях. Пока мы об этом не говорим. Кто мешает вам просто-напросто завести с ним диалог, просто просить, как у него дела. А вот вы говорите, что вы хотите написать ему, да? Он написать. Но вы же знакомы. Вы же виделись. У вас сообщение было. Ну так и начните диалог с очень простой, ни к чему не обязывающей вещью. Спросите его, как он сейчас живет. Но это естественное и нормальное, и даже, я бы сказал, очень вежливое, правильное поведение. Этим вы себя никак не дискредитируете, если вы именно этого боитесь. Идем дальше. Значит, у вас депрессия из-за смерти родственников и мои чувства к нему делали мне еще больнее. Вот тут не очень понятно. Во-первых, мои заболевания вам, если у вас есть депрессия, то откуда вы знаете, что у вас депрессия? Депрессия – это заболевание, которое диагностируется психиатром и означает соответствующее лечение. Если у вас такого заключения диагноза нет, то говорить о том, что у вас депрессия нельзя. Депрессивное состояние, да, может быть на почве смерти родных людей. Это да, но депрессия, я думаю, что нет. Чувства к нему на фоне вашего депрессивного состояния, пока, скажем так, делали вам больнее. Делали. Вы написали это в прошедшем времени. То есть такое ощущение, что вы сейчас написали, что они причиняли вам боль, а сейчас боль причинять перестали. Так это получается? Или я не очень правильно вас понял? Но вы написали, делали, если еще больнее. Давайте пока, наверное, возьмем за основу, за правильную версию все-таки, что делают больнее. И если я прав, то тогда ситуация заключается в том, что вы потеряли родных, вы чувствуете себя одинокой, чувствуете себя покинутой, вы хотите, чтобы вас заботились, хотите, чтобы вас любили, вы чувствуете себя слабой, разбитой, незащищенной. А в молодом человеке, в этом парне, вы видите все то, что вам нужно. И именно поэтому чувства у вас к нему, ну, скажем так, заставляют вас плакать каждый день. Потому что вы сейчас более остро нуждаетесь в нем, в его заботе, в его ласке, в его любви, чем раньше. Это образное отношение к человеку. То есть вы воспринимаете его не как отдельную личность в данном случае. Вы воспринимаете его, к сожалению, как некий такой идеал, который признан удовлетворить ваши потребности в том, что вы сейчас потерялись со смертью родных людей. И, вы знаете, здесь я хотел бы вас поддержать немножко. Сказать о том, что вы вправы, хотя, скорее всего, вы думаете, ну, или думали совсем о другом, но, тем не менее, вы правы в том, что не хотите ему присылаться. Потому что сейчас признаться ему или сказать откровенно, что вы в нем нуждаетесь, это значит поставить себя в зависимости от него на данный момент. Это не сделает вас счастливее. Это даст ему лишь только возможность вами манипулировать, к сожалению. И это не принесет вам никакого счастья. Что нужно сделать? Во-первых, постепенно нужно вам проработать все-таки та травма, которая образовалась в результате потери ваших родных. То есть вам нужно начинать потихоньку жить дальше, вам нужно жить своей жизнью, вам нужно начинать это делать, вам нужно устраивать свою жизнь, подумать о том, как бы хотели ваши родные, чтобы вы жили, что бы они хотели для вас, понимать, что в памяти ваши родные живы до сих пор. И они будут живы, пока вы будете их помнить. Это значит, что они, по сути дела, всегда будут славы и никуда от вас не уйдут. Но вам не нужно, как вы это, мне кажется, сейчас делаете, вам нельзя, не нужно терять себя. А вы себя, по моему мнению, теряете. Как? Вы плачете, каждый день вы переживаете, вы волнуетесь, у вас депрессия, апатия и так далее. Я понимаю, откуда у вас это все идет, но поверьте мне, пока и если вы будете зависимы, пока и если вы будете находиться в таком вот растрепанном уязвимом состоянии, то и с парнем адекватно общаться вы не сможете. Дальше вы пишите так. Хотите с ним общаться, но стесняется, стесняется. В стеснении есть неуверенность в себе. Откуда эта неуверенность в себе берет своих начало? В чем именно вы в себе не уверены? Это нужно выделить, с этим нужно поработать и понять, как лучше купировать. Купируется подобное через построение соответствующих целей и достижение соответствующих результатов в направлении этих целей. И выполняя эти цели, вы будете более четко понимать, что, в общем-то, ваша неуверенность в себе – это не более, чем и лучшее. В действительности уверенность приобретается тогда, когда человек делает то, чего он боится, то, чего он опасается, и только получая опыт в том, что он делает, что ему не очень легко делать, он и приобретает уверенность в себе. Но для начала нужно понять, в чем именно вы все-таки в себе не уверены. Дальше. «Хотите общаться с ним?» – говорите вы. А вопрос? «Для чего вы хотите с ним общаться?» Ну вот, а что вы хотите улучшить? Если вы надеетесь или рассчитываете, что мужчина как-то поможет вам пережить вот ту ситуацию, которая сложилась у вас с родными, то здесь я должен вас немножечко разочаровать, потому что этого не будет. То есть, вообще говоря, именно в той форме, в которой вы рассчитываете это получить, этого не будет. В действительности будет такая ситуация, что молодой человек как-то поможет вам ситуацию немножечко преодолеть, он поможет вам лучше относиться, он поможет более хорошо себя чувствовать в этой ситуации. Но, к сожалению, до конца и полностью он вам помочь ее пережить не поможет. Не поможет. Вы также, как и раньше, будете хранить в себе определенные негативные аспекты вот этой вот самой ситуации с родными людьми, если сами перечить ее не сможете. Отдельно, без всех. Да, вам нужна поддержка. Да, вам, безусловно, нужны новые ориентиры, нужны новые смыслы в жизни. Это, безусловно, понятно. Это факт, что это вам нужно. Но, простите, поддержка – это одно. А помощь в переживании определенных обстоятельств – это совсем другое. Так вот, вам нужна поддержка, а не помощь. Потому что помощь делает человека уязвимым. К сожалению. Итак, мы с вами задаемся вопросом сейчас, для чего вам нужно общаться с этим молодым человеком. Что вы хотите получить от общения, что вы рассчитываете получить, какую цель мужчина должен помочь вам достичь. Далее вы пишите такую вещь, что хотите вместе с тем его забыть. Тоже очень любопытный, на мой взгляд, момент. Для чего? Почему вы хотите его забыть? Смотрите, у вас произошла ситуация недовершенного действия. Вы хотели от него взаимности, вы этой взаимности не получили. Соответственно, раз действие недовершенное, значит оно не будет давать вам покоя, пока вы его не завершите. Хотя бы для себя. А это значит, что речь идет о том, чтобы проработать. Проработать момент, связанный с тем, где вы пишете. Но не встали, потому что не сработало быть. Почему? Почему не сработало быть? Почему, хотя два года вы так же не хотите этого? Не очень понятно. Быть впрочем, вы видите в нем отражение себя. Поскольку вы говорите, что у вас общие интересные, любите одинаковые книги, фильмы, музыку. Если вы видите в нем отражение себя, то вам, конечно, будет тяжело. Ну, два похожих человека достаточно сложно друг с другом уживаются. Это факт. Факт достаточно известный, я бы сказал. И с этим действительно довольно сложно что-то сделать. Но если вы изменитесь сами, если вы станете, например, более уверены в себе, если вы будете больше отдачей делать то, что хотите, то, что нравится, то, что устраивает вас, то, что интересно. Если вы не будете бояться, если вы не будете испытывать сомнения относительно того, что вы хотите, то вы станете другой, но тем самым вы поможете и молодому человеку так же найти себя. Теперь, пока то, что вы делаете, это связано непосредственно с тем, что вы как бы идете на поводу у ваших сомнений, у ваших страхов, неуверенностей в себе и так далее. При этом забывая о том, чего вы хотите и не отдавая себе от счета, почему вы не доверяете тому, что вы хотите. Ведь то, что вы хотите для вас истинно, и ваша симпатия к молодому человеку, это нормально. Другое дело, почему вы считаете, что это не сработало? Откуда такая уверенность? Предположим, что вы не хотите пробовать из-за того, что уверены, что молодой человек, например, не захочет брать на себя ответственность, за ваши отношения. Или, может быть, вы не хотите еще по какой-то причине гадать можно долго, не хочется, лучше поработать с вами на эту тему более примерно, если вы хотите. Но в любом случае, значит, есть последний момент, который мне бы хотелось вам ответить. Дальше два момента. Первое, что вы ловили его взгляды, но это ничего не значит. Опять, почему вы так и решили? Почему вы решили, что взгляд этого мужчины с учетом того, что вы с ним общались и он вам нравится? Взгляд ничего не значит. Может быть, он чувствует вас, родственную душу, но так же, как и вы, просто-напросто никак не может набраться смелости сделать первый шаг. А может быть, действительно уже ничего не значит, но для этого нужно попробовать. Пока не попробуете, не узнаете. А пока не узнаете, будете так и мучать от неревершенного действия. Дальше. Последний момент. Призноваться ему не буду ни за что. Ну, тоже довольно страстно. Откуда такое вот категоричное отрицание выражения своих чувств? Чего вы боитесь и почему? Боитесь быть ответственной? Боитесь, что он отполнёт вас? Если да, то почему вы этого боитесь? Если он вас отполнёт, значит вы не его человек. Если он вас отполнёт, значит симпатии к вам у него нет. И вы можете общаться с ним, как друзья. Просто, как друзья. Это тоже неплохо, учитывая то, сколько вы друг друга знаете. И учитывая то, что вам сейчас нужен друг. Вам сейчас именно нужен друг. Вы потеряли родных, вам тяжело, вам одиноко. Вам нужна поддержка и человеческое тепло. Не мужское, а человеческое. И если, если он не сможет стать для вас мужчиной, то он сможет стать для вас другом. Почему вы боитесь ему признаться не совсем понятно. В любом случае, если вами движет страх того, что он вас ополнёт, то, во-первых, это мистическое представление, то есть не имеющее ничего общего с хоцианализмом. И вам нужно вообще-то для себя определить, а что же составляет основу, структуру вашего страха. Вы, скорее всего, думаете, что будете хуже о себе думать, если он вас ополнёт. Только вот это никак не связано между собой. Вы человек, и вы по-своему прекрасны. А он человек, и он тоже по-своему прекрасен. Но если он вас ополнёт, а он вас не ополнёт в буквальном смысле этого слова, он просто скажет вам, например, что я не готов, или там, что я не смогу, или что-то ещё. Это его проблема, не ваша. На себя проектировать его отказ не нужно. А вы это делаете, и поэтому боитесь. Соответственно, здесь всё упирается также в неуверенность в себе, которая мешает вам действовать так, как вам того хочется. И, соответственно, именно неуверенность является корнем проблемы. Неуверенность и психотравма, которая у вас образовалась в результате потери разных людей. Соответственно, вот эти два момента с вами нужно проработать. А дальше вы уже сами для себя решите. Когда вы будете уверены в себе, недависимы, когда вы будете чётко знать, куда вы идёте, к чему-то. Примитесь, что вам для этого нужно. А вот тогда уже решите для себя, нужен ли вам такой мужчина или нет. И если нужен, то вы легко, естественным образом сделаете шаг навстречу. Воспользоваться он им или нет – это его право. И вас это волновать не должно. Но вы сделаете шаг, а там будет видно. Главное – сделать всё, что можно. Всё это в наших силах. А что будет – это уже не наша проблема. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.